Здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены. Рады вас приветствовать 10 сентября на Кагбизну и Красноярска. Время 8 часов 20 минут вместо. Грузины здесь не часто, парня и встретишь грузинские машины в этих краях. Что-то пацаны сюда привозили. Все, мы хорошо переночевали. Сейчас, кстати, 9 градусов тепла. В Красноярске все у нас тут очень тепло, хорошо. Вроде и сейчас и денек намечается положительный. Сейчас, единственное, что мы сделаем, мы сейчас вот тут остановимся. Я вчера там на той, где душ баня спрашивал. В душ ходил, спрашивал, говорю, водички есть где набрать. И сказали, что где-то вот здесь. Или на мойке, или за мойкой. Говорит, там у них кран. Наверное, на мойке. Я на мойке набирал. Пойду. Схожу, спрошу, потому что воды вообще нет, это слово совсем. Зимой мы у них внутри в мойке набирали воду. Сейчас еще пока морозов нет. Здесь вот за зданием. Тут и за зданием они вот хоро расширили, стоянку сделали. И забивается полностью. Вон еще лежат. Канистра целая. И здесь еще больше 20 литров. О, теперь можно ехать со спокойной душой. Правда? Сейчас правда я только все это упакуем в ящик. И попрем с водичкой. Теперь все. Можно ехать догружаться. План какой? План простой на сегодня. Догружаем. Три недостающие пачки. На трассу и вперед. Сейчас будем, когда грузиться, надо единственное, что померить. Вчера уже в один бак топливо перелил. Передул. Померить, сколько в баке. Проедите 1,8 километра. И... Посмотреть, сколько километров до Кемерово. Хватит, не хватит. Или какой-нибудь там полтинник надо долить. Ну это... Сейчас приедем, переоденемся. Кинем линейку. И все посчитаем. И в Красноярске пока... Осень просто замечательная. 12 градусов тепла уже без 29. Весня. Вот. Теперь нам нужно, жужжный счет. 15 километр этого тракта найти. Елисейского. Как новая промзона. Сейчас мы свернем. Может километровые столбы надо посмотреть. Потому что не бьет ни этот... Ни гугл не бьет, ни яндекс не бьет. Через 100 метров держитесь. Пройми. Не знаю, там такой... Именно говорит, да. Такой адрес 15 километра Елисейского тракта. Таекция 4,7 километра. Давайте мы Машу отключим. Это она будет. Я ей просто Енисейский тракт убил. Там лабаза. Автоцентр. Что-то вообще вот здесь тени-будь. Та нет, он не сказал, что там прямо сразу съезжаешь. Грифин. Какие-то запчасти. Уголь. Промышленный парк М53. Ну и, наверное, вряд ли сюда. Может быть, лучше все равно проехать. Там он километровый стол. Сейчас просто позвоню еще раз. Он мне не объяснил, что съезжает и сразу же с правой стороны. Здесь у нас какой километр? С этой стороны 317-й, а с этой 13-й. Подождите, как мне надо было, значит, что надо было в сторону... А, как мне не в сторону города? Ну, так получается. Звоним. Ну вот. В этот раз, говорит, как съездить, сразу говорит, у вас с правой стороны. Ну, блин. Он мне в прошлый раз, когда объяснял, он мне не говорил, что он. А как, почему 15-й километр? Это вообще непонятки. В общем, это вот. Мы только что его проехали все-таки. Сейчас развернемся. И туда приедем. Надо тут развернуться. Сейчас проблема. Надо было сейчас крутить. Сплошной поток валит. Ну, вон там у нас вроде как дырочка намечается. А нифига не намечается. Летят, 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 все летят. После газела точно будем поворачиваться. Он говорит, сразу же вот именно туда, куда вот и говорил я ему сейчас, когда ехал. Здорово. Коллега махнул на бочке. Рацию включить. Хорошо, что позвонил. Это бы сейчас запилили бы прямо в Красноярск. Вообще шикарно. Все возле дороги. Загрузились обратно сюда, выскочили. Все, и поскакали. Давай, дедушка, на Ниве. Жми, жми, жми. Все, не едешь ты. Вартовое здание. Я что-то досок-то тут не вижу. Где-то доски. Разворот-то разрешен, значит и поворот разрешен. О, пока свободно. Занырю. Занырю. Баннер. А, вон они, наверное... Ой, 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 ой. Они, наверное, где-то вот там подальше. Потому что это цемент, металлобаза. А, вон туда, налево. Вон, вон, все, вижу, вижу, вижу. Хороший тут подъем. Как горочка. Баннер не доделанный. Пару, наверное, вернее. Короче, нам вот сюда. Да, видно, что новый заезд, конечно, тоже. Да, да. Здесь, боюсь, даже вот сюда толкать, если честно, задом. Вот сюда вот. Чтобы она тут не утонула. Ну, еще никого нет, прям без десяти. Ладно, я тут что-то досок, я так и не вижу. А, террасная доска, он написано. Как нам тут лучше сделать? Понятия не имею, как лучше. Наверное, прижаться, придут, скажут. Может быть, стоит будет затолкаться и задом к ним сюда загонять. Что там, я так понимаю, развернуться негде. Ждем их, и тогда уже будем решать. Не, здесь-то вот нормально, здесь твердо. Сюда можно заезжать. Ну, если задом загонять, сюда вот вытянуть и задом затолкать. Если передом с радиусом, потом задом сюда вытолкал и поехал. А вот сюда толкать особенно груженую нельзя. Здесь-то, я смотрю, следы есть. Кто-то сюда прицеп заталкивал. Но, возможно, пустой. Сюда загони. Сейчас затолкай я свой, и она запросто может здесь утонуть. А если тягачом зайти, так точно утонет. Если все хорошо, только ветер сегодня какой-то очень сильный. Сейчас что-то портится погода. О! Местные! Да, наверное, я перехвалил погодку, походу. Портится она, портится. Ждем, когда тут кто появится. Передом, передом, сказали заезжать. Хорошо. Потом сюда вытолкаемся. И никаких проблем. Говорит, чего две недели, говорит, едете? Я, ну, не понял. Какие две недели? Говорит, две недели забрать товар свой не может. Я говорю, не мой товар. Я просто перевозчик. А-а-а! Две недели уже лежит. Забрать не мог. Прикиньте. И тут мы такие, с небеля. Красавцы. Так. А, он прямо с цеха, наверное, будет вывозить, да? Смотри, у меня второй, третий, четвертый борт. Еще раз. На второй, третий, четвертый. Три шпачки. На второй, третий, четвертый борт. То есть первый борт уже занят. Смотри, когда мне остановиться. Просто, чтобы удобнее было. А потом подъезжать будем, что ли, или что? Конечно, я поставлю поеду. Все, хорошо. Что не так перво связано? Да. Все, хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА